Музыка Очередное заседание сессии Одесского городского совета, которое было запланировано на 30 апреля, не состоится. Естественно, эту сессию перенесли на неопределенное время, и я предполагаю, что больше городской совет, который самоустранился от наведения порядка в городе, да вообще от управления Одессой, до 25 мая досрочных выборов Одесского городского головы просто не состоится. Напомню, что эту сессию переносили уже два раза. 4 апреля не было депутатов в зале, никто не регистрировался, а 15-го попросту ее перенесли. И предполагают эксперты, что это связано с тем, что на этих заседаниях должны были сместить исполняющие обязанности городского головы Олега Брендака, который, понятное дело, принадлежит не физически, естественно, да, а входит в орбиту влияния народного депутата Украины Геннадия Труханова. А мы знаем, что Геннадий Труханов тоже баллотируется на пост мэра. Выводы делайте сами, они, как говорится, на поверхности. Есть заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Керри, который подчас закритого заседания Тристоронней Комиссии заявил про то, что Розвитка Соединенных Штатов Америки перехопила разговоры московских керевников, российских керевников, которые управляют российскими шпигунами и диверсантами в Украине. Известная корпорация Intel сделала эти записи на пленку, что доказывает то, опять-таки, что лежит на поверхности. И, очевидно, пока конкретных фамилий российских чиновников Керри не назвал, но США готовы передать эти пленки Украине. И украинская власть рассматривает, внимание, одесситы рассматривают вопрос блокирования некоторых российских сайтов и намеренно сделать все возможное, чтобы трансляция российских телеканалов, это четыре телеканала, наиболее-таки агрессивные по отношению к нашей стране, в Украине не была возобновлена. Об этом сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар. Также она сообщает о том, что изучается вопрос блокирования всех российских сайтов, но уже на территории сепаратистских анклавов Донецкой и Луганской области. Кстати, что касается Луганска, там буквально несколько часов назад захвачено здание Луганского областного совета. Это, к сожалению, ситуация повторяется, как вообще на востоке Украины. Представители милиции вовсю работают на сепаратистов. Хочу им напомнить, что Уголовный кодекс Украины распространяется и на правоохранителей, так же, как и на тех, кто требует отсоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей от нашей страны. Ну и вот из разряда, чуть не сказал, курьезных информаций, это не курьезное, тут хочется сидеть, расстраиваться и плакать, но не до слез. Так вот, объем украденного Виктором Януковичем, посчитали ту сумму денег, которую он украл за годы президентства, ее можно измерить танками, газопроводами, футбольными командами или даже автозаками. Виктор Янукович вывез в Россию минимум 32 миллиарда долларов США, то есть это 320 тонн ценных бумаг. Это те деньги, которые можно было потратить, в том числе и на решение социальных проблем в нашей стране, в нашем регионе и в нашем городе. А именно об этом сиротстве мы будем говорить в нашей программе, общаться с экспертами, которые пока, к сожалению, находятся без таких сумм денег, но тем не менее вовсю активно занимаются тем, чтобы обездоленных детей в Украине было все меньше и меньше. Согласны ли они с таким моим выводом, что они активно занимаются, мы сейчас непосредственно и узнаем. Максим Тимонин, директор общественной организации «Терпост Одесса». Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И Алина Терновенко, член общественного совета при Министерстве охраны здоровья Украины. Все правильно сказал? Да. Вот такая информация была. Кстати, телефон прямого эфира у нас не меняется. 737-7310. Звоните, задавайте свои вопросы. Даже на фоне агрессии Российской Федерации социальные проблемы в Украине не исчезают, а, наверное, наоборот, обостряются. Хотя, тем же Януковичем, вопрос уже к моим коллегам по эфиру, Януковичем было объявлено, что в Украине проблемы с сиротством будут решаться на государственном уровне. И в свое время здесь, в этой же студии, чиновники областной государственной администрации, предыдущие, сообщали о том, что все хорошо, проблема исчезает, и буквально сегодня-завтра эта проблема решится. Но начнем с этого вопроса. Недавно состоялся форум, на котором вы обсуждали пути решения этой проблемы. По-вашему, получился ли форум? И, вы знаете, всегда хочется услышать, есть ли конкретные механизмы для решения тех проблем, которые вместе с вами мы сегодня озвучим. Ну, наверное, сударыня, вам первое слово. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, да, форум состоялся, он был достаточно, там был конструктивный диалог, удалось поднять очень много вопросов, принято очень много качественных решений, долгосрочных, то есть поставлены глобальные цели, но об этом попозже, потому что резолюция форума сейчас еще пройдет рабочую группу, и потом она будет подписана. Значит, вопросы, которые поднимались и которые остро сейчас стоят, это обеспечение детей сирот жильем, согласно, кстати, именно государственной программе по обеспечению детей сирот жильем. Вопросы, которые поднимали мы еще, было как снятие возрастного ограничения, 23 года, то есть до 23 лет только подростки, сироты, имеют право находиться и проживать в социальном общежитии для таковой группы детей. После 23 лет они должны покинуть стены общежитий. То есть, как говорят, в Украине, да, на кислород, мы говорим конкретные вещи, которые... И то есть после этого, после 23 лет уже никто ребятами не занимался. Я могу ответить, в принципе, по этой программе. То есть это дети сироты, выпускники училищ, техникумов, институтов, которые закончили и негде жить, их селят в это социальное общежитие. Возрастные ограничения там по уставу, согласно уставу, до 23 лет. То есть, ну, они рассчитывают, что работает программа обеспечением жильем, которая была принята нашей последний раз изменениями в 13-м году. Ну, как сказать, программа, ну, это так... Ну, звучит, что программа, ну, реально она буксует вот на всех стадиях. А с чем это связано? Нежеланием чиновников, ну, старая такая проблема, или все-таки недофинансирование? С честным скажем, с двух. Вот два вопроса. Недофинансирование и нежелание чиновников. То есть, типа, вопрос идет и решается. Ну, да, в районах покупают самые дешевые дома. То есть, это они... Их отправляют опять же в область, то есть, по месту первичного учета. То есть, они все рвутся к Одессе, а в конце они попадают оттуда, откуда их забрали. Опять-таки, я думаю, понять ребят можно, да, потому что Одесса — это рабочие места, то, чего нет сегодня в регионе. Ну, нашим чиновникам тяжело это объяснить. Они думают, что согласно... Вот место первичного учета, и они вот отправляют. То есть, они за год, вот этот 13, 14, купили там 35 домов. И все-все, грубо говоря. То есть, работы никакой не предоставляется. То есть, и когда мы поднимаем вопрос, ребята, давайте поближе к Одессе, то есть, никто не слышит. То есть, они кричат, вот есть программа, мы ее в районах реализуем. Конечно, мы понимаем, что в селе дом дешевле стоит 10 тысяч гривен. То есть, и это решает якобы для них галочка, что вопрос один уже решен. Но, опять же, оно не решает. Ребята продают эти дома и едут в Одессу. А то их и оставляют. И в конце концов они, опять же, живут в этом социальном общежитии. Коллеги, смотрите, вот простая арифметика, да? Вот я люблю, когда цифры не просто так называют, да? Их можно пощупать. Ну, вы говорите о том, что 35 домов купили. Ну, вот округляем там 35, да? 10 тысяч гривен. Опять-таки, округляем. Получается-то всего ничего, 350 тысяч гривен и все. Ну, я вам сказал примерно, как стоит вообще. Я же опять-таки беру. То есть, это же суммы, ну, не то, что смешные на сегодняшний день. А как закупали, то есть, вопрос другой, какие цены у них. То есть, я лично ездил в район. Так я же к чему и подвел свой вопрос. Да, я ездил в район, и я видел тот дом, который предлагали мальчику. Я сам сирота, я закончил интернат, то есть, не так давно, в 2010 году. То есть, я, когда мне начальник службы по делам детей Апанасенко, Валентина Борисовна, они там все начали поднимать вопрос сироте купить дом. Я сам поехал там за кучурганами из села. Там в том селе жить невозможно. Там люди уезжают от всех сел, работы нету, дорог нету. То есть, перспективы нету. И они мальчику сироте хотели там дом купить. Но вопрос задается, согласны, купят дом, а работа, где он будет работать? А до завода, там Джафа вроде бы, завод находится 5 километров, ничего не ходит, у него транспорта нет. Как дальше? Как медицина? То есть, они сами же пытаются решить вопрос, но это не решают. В конце концов, дом он не взял там. И опять же, общественная организация Форпост была плохая. Почему? Потому что мы стали против. Мы говорим, ребята, если вы покупаете дом, ну давайте и работу. Где он будет работать? Алина, вам вопрос вот такого порядка. Максим действительно затронул проблему обеспечения жильем. Она очень важна. И создание рабочих мест для сирот. Посмотрите, какая ситуация вырисовывается. Просто с проблемой ты тоже сталкивался, изучал. Вы знаете, много новых лиц появляется из года в год, людей, которые, вот как вы, общественники, пытаются решить проблему, о которой мы сегодня говорим. В отличие от чиновников, они, как правило, процентов, ну, наверное, на 70, 80, то и 90 остаются на местах. Это те же люди, у которых подходы сохранились к решению вопросов, как 15, 20, 10 лет назад, 5 лет назад. Ну, практически ничего не решается. Почему так происходит? Чиновники, они действительно такие равнодушные, что им, ну, все равно, да, как будет решаться вопрос. А общественники, они просто устают. Видят, вот, знаете, как бьются горох об стену, и все. Отходят в сторону, появляются новые люди. Как с этим быть? С ротацией кадров именно общественников? Именно с выигранием общественников. Ну, с чиновниками понятно, модное слово иллюстрация, да, не будем его употреблять в эфире, тем не менее, думаю, что перезагрузка системы управления, в том числе и то, что касается вот таких детей, она должна быть. Ну, понятное дело, знаете, говорится, все течет и все меняется. То есть, жизнь, она требует, на сегодняшний день, если человек, он считает себя общественником, так же самое, как и госслужащий, считает себя профессиональным госслужащим, должен не прекращать заниматься самообразованием для начала, ставить себе какие-то цели, проявлять инициативу и иметь свою определенную гражданскую активную позицию. Только тогда, только в этих случаях что-то можно добиться, потому что, опять-таки, если вернемся к форуму, когда мы начали предлагать эту идею, я не скажу, что все на ура ее восприняли, да, то есть сразу, значит, нет форума, не будет, все, потому что мы, ну, как хотелось бы нам внести какой-то новый формат, то есть нам хотелось какие-то креативные пути найти. Мы понимаем, что сейчас тяжелое время, мы понимаем, что сейчас недостаток финансирования, мы понимаем, что тяжело, но то, что было актуально 10 лет назад и 15, сейчас оно уже не актуально, уже другое время и уже другие требования. По поводу детей-сироток очень слабо развито, с чем мы столкнулись, постинтернаторское какое-то там общение, адаптация детей, поэтому возникают дни проблемы. То есть, если начнем вообще с самого начала, чем я занимаюсь, но более профилактикой изъятия детей из семьи, то есть предупреждение уже социального сиротства, то здесь вообще просто, ну, катастрофа. Потому что с родителями, в принципе, вот, допустим, такая ситуация, ребенка изъяли из семьи, поместили в детский дом, то есть все кинулись на защиту ребенка, это замечательно, но родители, даже если они нуждаются в помощи, если они наркоманы или алкоголики, они просто остаются брошены, то есть с ними никто не работает, хотя можно было немножко потрудиться, поработать с этими родителями и приложить усилия, чтобы ребенок воспитывался в родной семье. Только за прошлый год по цифрам, озвученным в службе по делам детей Одесской области, 927 детей получили статус сироты. Не считая, что у них у каждого там... По Украине какая-то цифра, я слышал, даже бывает в год до 10 тысяч, вот такие цифры фигурируют. Вообще, социальное сиротство, оно сегодня, вот почему возникает? Только из-за того, что родители ведут аморальный образ жизни или все-таки общая экономическая ситуация в государстве, она тоже вот дает такую подпитку вот этой проблеме? Ну, конечно, потому что тоже те деньги, которые выделяются на содержание детей и по уходу за детьми, то есть эти выплаты, они на самом деле смешные. Они смешные, когда там пачка, ну, скажем, памперсов стоит 150 гривен, а мама получает по уходу за ребенком 130 гривен. Ну, к примеру, вот такие, чтобы не вдаваясь там в подробности, в цифры, в бухгалтерию. На самом деле, очень тяжело. Я знаю одно, что страдают в основном очень сильно многодетные семьи. Я не хочу детализировать, не хочу рассказывать каждую историю, потому что эфира не хватит. Не хватит эфира. С чем мы столкнулись? И еще одним вот желанием нашим было, да, перед началом форума, перед его организацией, это наладить как-то вот именно вот этот диалог, чтобы дети, сироты, были услышаны чиновниками, чтобы чиновники, в свою очередь, повернулись лицом к этой категории детей, и чтобы выработать какие-то новые методы. Если мы видим, что программа, да, она работает, она работает очень слабо. Каждый год выпускаются ребята из интернатов, куда им идти. То есть забираются, изымаются дети, идут они в детские дома, идут они в интернаты. Это идет, знаете, как постоянный конвейер, а программа уже не справляется. Поэтому надо что-то новое придумать. У нас получилось достаточно новое, принять хорошее... Давайте о том, что получилось, о креативе, о котором мы уже говорили чуть попозже, все-таки продолжение предыдущего вопроса, Максим, Алина. Вы говорите о том, что одна из целей форума была наладить диалог. Украина что, не смогла за 23 года своей государственности этот диалог наладить? Или кто-то кого-то просто не слышит? Ты отвечу? Ну, понимаете как... Я понимаю, что здесь, наверное, очень жесткие слова, которые для них... Я не могу вам сказать за всех, я не могу сказать, что служба не работает вообще. Это было бы ложью. И не могу сказать, что центр социальных служб не работает вообще. Проблема, возможно, в отсутствии взаимодействия между именно службами такого конкретного... Хотя есть приказы соответствующие. То есть есть, но... Вот понимаете, госслужащие, они могут работать и проявлять инициативу только в рамках своего положения о службе или об управлении, скажем так. А общественники, они могут, там немножко пошире уже, они могут предлагать какие-то инициативы, какие-то рекомендации давать. Максим, давайте об инициативах. Что же такого креативного вы на форуме придумали? И самое главное, еще раз повторюсь, то, о чем говорил в начале программы. Реальный механизм реализации вот этих ваших идей. Я понимаю, что они у вас, конечно же, есть. Но вот реально, как поступать, как что делать? Первое, это то, что в нашем круглом столе было, это создание рабочей группы по доработке программы обеспечением жильем. То есть это вполне реально. То есть это на профильную депутатскую комиссию пишется совместно с ними и разрабатывать действительно ту программу, которая будет работать. То есть это сессии проработать по каждому району. Узнать, какое количество детей-сирот действительно есть. Про мониторить действительно, а не так, знаете, вот у них статистики уже старые, а не вот так, с запросами. Действительно, обязательно с каждым районом, с каждой службой поработать и узнать конкретные цифры. А то сейчас, как там программа написана, вы знаете, там, если бы открыли эту программу, вы бы сумеялись. Вот в каждом районе субвенция областного бюджета у всех одинаковая. Притом, что мы сами понимаем, что рыночная стоимость жилья в каждом районе не разная. Там есть отдаленные места, 100 тысяч. Вот так разброс. Самое интересное, что ни одна цифра не совпадает с реальностью с детьми-сиротами. Вот Беляевка там до 50, а реально нуждающихся 232. То есть, опять же, 200 человек, грубо говоря, они не вписали в программу. А почему? А это же будущие социальные бомжи. Это действительно... Это только одна Одесская область. Да, и мы... По программе действительно они ее очень долго тянули. В 2012 году они все города, области приняли быстрее. Вот наши, вот самые Одесская область и Одесса город, они долго тянулись с этим вопросом, решением. То есть, городской совет они вообще приняли 17 декабря 2013 года на сессии. И то-то слово программа, это так мягко сказано. То есть, там вообще с бюджетом программа 2 миллиона. То есть, при том, что нуждающихся 440 человек на жилье. То есть, долго можно говорить об этой программе. Мы им вот реальные пути, это создание рабочей группы. И с общественниками, с ними сессии промониторить каждый район, каждую, то есть, цифру. И действительно найти пути, чтобы она и работала, а не буксовала на стадиях. То есть, как они говорят, денег нет, у них того нет, у них того. Куча проблем, только они ищут пути. Вот реально, как можно решить. То есть, в принципе, решить вопрос можно было. Просто нет желания у них. То есть, они вот кричат, вот надо покупать жилье. У государства есть же свое имущество, мы тоже им предлагали. Проведите инвентаризацию имущества. Вы же за копейки продаете, что область, что город. Вот на сессиях, если побываем, там реально видим мы, что тому зато отдали, тому в аренду тому. Это не проще провести инвентаризацию и посмотреть, что есть. Реконструкцию. Исходить с того, что есть, и не надо денег. То есть, есть же у нас училища строительные, которые могли бы тоже задействовать студентов, там те же ремонты сделать. Реально, если бы желание было. Ну, это, кстати, старая советская методика, перед распадом Советского Союза, молодежное строительство, молодежные кооперативы. Форма была очень хорошая. Если бы реально чиновники захотели, мы могли бы этот вопрос решить совместно с ними. Но у нас желания нет. Вы знаете, вот мы и хотим решить вопрос, но и не хотим. Будем мотивировать. Будем, да. Хорошо. Прежде всего, чем мотивировать? Вы сказали, теперь отвечайте. И второй вопрос, Алин. А может, стоит тогда у тех чиновников, у которых нет желания, ну как бы помягче это сказать, поменять на вас, общественников? Или вы все-таки хотите именно в этой нише общественной работы заниматься решением проблем? Для начала я еще раз повторюсь. Я не говорю, что все плохие. Я тоже этого не сказал. Я не имею права в такой оценке. Просто я упомянула то, что время, то, что было актуально вчера, уже не актуально, может быть, сегодня. По поводу замены. Каждый должен занимать свое место. Понимаете, кто-то госслужащий, кто на что учился, как говорится. И кто-то должен быть общественником вместе. Это будет шикарный тендем. Для меня вообще, ну, радость, то, что действительно диалог состоялся. И мало того, он состоялся искренне, он состоялся в радости. Были довольны и общественники, были довольны и госслужащие. Были, ну, в принципе, ну, действительно замечательное, здоровое, наполненное время какое-то было такое. Просто как ангелы. Ну, я знаю, что ряд вопросов, информация у меня из первоисточника. Ряд вопросов все-таки вызвали, ну, как бы, помягче. Опять-таки сказать, очень острое и очень ворное обсуждение. Я прав? Что именно, вот какие болевые точки оказались такими, знаете, самыми горячими для обсуждения? Ну, была горячая точка, это возрастные ограничения. То есть, это социальное общежитие, почему они остро, это стоял вопрос. К нам в секцию пошли одни чиновники. То есть, если было три секции, к нам в секцию, вот к нам, я с Алиной, мы говорили в секцию. Одни все госслужащие. То есть, в две секции им неинтересно было, им конкретно наша секция. То есть, вопросы, которые мы хотели решить совместно с ними и обсуждение, мы ни одного вопроса не решили. Почему? Потому что самый острый был вопрос, это снятие возрастных ограничений. То есть, мы его не добились, мы пытались, уже и так, и объясняли, ребята, что детям-сердам сейчас и так в стране тяжелое положение. Снимите возрастные ограничения или замените до получения имя жилья. Вот у нас же есть параллельно работает программа. Вот, ребята, давайте, она не будет буксовать. То есть, если заполнится все общежитие детьми-сиротами и будет заменено до получения имя жилья, то есть, мы не будем выселять их на улицу, как сейчас делают. На данный момент работает у них. То есть, они вот будут программу заставлять работать, она будет работать, потому что будут понимать, что выпускаются с интернатов, выпускаются с училища, выпускаются с техникумов, их не будет куда селить. И получается, у них станет вопрос, а программа? И они начнут думать о программе и начнут обеспечить жильем. Но мы этот вопрос действительно не решили. Бурное обсуждение было. И общественники, все. Там вопросов 5, наверное, бурно вот так пошли, которые... Элина, вы хотели что-то добавить. Да, я хотела допомнить, что, понимаете, до последнего представители управления, это было видно, они не верили, что у нас нет никаких проектов на самом деле. Потому что нас смутили, нас сказали, ну что вы хотите, ну что должно быть, ну вот какие результаты. Я говорю, мы хотим обсуждения. Вот то, что родится, как говорится, этот младенец, вот то мы будем видеть, что предложат люди. И для чистоты эксперимента мы пригласили ребят, выпускников школ-интернатов. У них было время для выступления. И они сами озвучились, с какими проблемами они столкнулись. Когда они были в школе-интернате, находились там. И когда они уже вошли в самостоятельную жизнь. И на основании их рекомендаций и были созданы секции. Понимаете? И эти вопросы поднимались на секциях. К сожалению, к радости, я не знаю как, но не все воспринимают еще новые какие-то там веяния, новые пожелания. Ну мы верим и понимаем, что все равно есть другие пути. То есть если не так, но все равно оно будет. Потому что время это заставит. Время заставит и очень модно в последние годы перенимать чей-то опыт. Я не называю конкретно там государство, регионы. Вот вы, мы, одесситы, у кого-то опыт решения данной проблемы, проблемы сиротства, социального прежде всего, решаем с кем-то, у кого-то перенимаем опыт. Или все-таки наше ноу-хау одесское, оно действительно ноу-хау? Ноу-хау. Скорее всего, это преобладает. Конечно, мы прислушиваемся. Вот к нам приезжал замечательный человек, селянство Украины без сирот, который поделился своим проектом о наставничестве. Да, там очень интересный системный подход, система там замкнутая. То есть начать, что они готовят волонтера, волонтеры идут потом дальше, потом из часа 5 детей сирот, опять, в общем, оно замыкается, очень интересно на самом деле. Вот. И есть такие достойные, интересные проекты, но в основном интересен креатив, интересен наш креатив. Потому что, знаете, когда даже показывают там российские, там, а вот как там у них, у них другая культура, у них и район, и области другие, и другие законы, ну, другой менталитет. Мы не можем взять оттуда. Мы можем сказать, да, классный проект. То, что работает там, может не начать работать здесь. Когда ты сам родишь этого младенца, когда ты сам эту идею родишь, ты будешь знать четко, что ты хочешь. Об остальных идеях хочу дополнить и резолюции форума. Нам придется немножко всем подождать. Это пусть будет такая немножечко интрига, потому что когда будет уже резолюция готова, подписана... Это уже как коньяк, выдержка наша главная. Тогда мы уже будем иметь полностью право, потому что там есть моменты, которые еще рабочая группа должна будет озвучить, ну, доработать. И только потом можем озвучить эту резолюцию. Я общался с специалистами управления коммуникации с общественностью, и говорили, что вот обсуждение этих вопросов проходило по новой методике определенной, да, Тараса Плохтия. И вопрос следующий, в чем заключается? Помогает ли вот эта методика, которую все хвалят? Не знаю, я по ней еще не работал. Избежать неких конфликтных ситуаций и вообще работать эффективно. В чем прелесть? Прелесть в том, что в обсуждении каждого вопроса, то есть, ну, я не буду говорить сейчас структурно, потому что опять же мне не занимать время, в принципе, в обсуждении каждого вопроса участвует каждый участник форума. И он является экспертом, он решает. То есть каждый участник форума является. Да, имеет возможность высказать свое мнение. Мало того, что он такой ячейкой, да, вот этого обсуждения, но он еще принимает... Потом меняют другие участники, да. Он переходит в экспертные группы, там оно тоже проходит экспертную оценку, и только потом уже представитель, спикер, допустим, одного из столов имеет возможность презентовать все крицы, проекты, идеи и так далее. И остальные уже обсуждают. Но, в принципе, это уже считается как принятой резолюцией форума, которая была на обсуждении. Там, получается, ты защищаешь свою резолюцию. Вот обмен происходит, и каждый участник... То есть идея, сама по себе идея, она хороша. Ее надо аргументировать. Да, и получается, ты заинтересовываешь всех вот своим решением. Вот мы решили, вот наш круглый стол решил там одно. Мы идем в другой, я представитель своего круглого, иду в другой круглый стол. Они свои идеи защищают, я свои, то есть они должны одобрить. И, в принципе, это действительно бесконфликтно. И мы вот так, все вопросы, которые пытались, они все круглые столы, там пару не прошло. А так все одобрили. То есть каждый стол поддержал. Ну, я так понимаю, что оно на поверхности опять-таки лежит, что это был очередной этап проблеми профилактики сиротства. Дальше что? Ну вот создадите его резолюцию, да, там все отработайте, будет конкретно. И снова услышите, нет средств, чего-то опять не хватает, вас не услышали, да, и так далее, и тому подобное. Я вижу, желание у вас есть. Это понятно, это чувствуется сегодня на протяжении всего эфира. Тем не менее, вот какие-то очередные этапы, ну, на ближайшую перспективу, полгода, до конца года, вы уже себе определили или нет? Для начала будет создана рабочая группа, которая будет заниматься лоббированием всех решений, которые будут в резолюции. По поводу денег, вы знаете, я занималась не одним проектом, я понимаю, что за все отвечает серебро, но я могу также сказать, давайте верить Богу, он усмотрит, придет и финансы, на эти проекты придумаем еще что-нибудь. Креативно такое, и я верю, что может, ну, и государственное есть финансирование, правильно? Во-первых, нужно снизить, просто для начала снизить количество изъятных детей и семей. Вот это именно на этом этапе. То есть сегодня вот тот градус напряжения в обществе, он не только связан с тем, что происходит в Украине не вокруг Украины, а и с данной социальной проблемой. Максим, а вы что дальше собираетесь делать? Двигаться вперед или все-таки пока отработать этот этап, а там посмотрим? Нет, конечно, вперед. Хочется, чтобы действительно эти все вопросы решались, чтобы не стоялось, вот как раньше, все на одном месте. Хочется, чтобы уже действительно по новой методике работали все структуры, не давали вот так, знаете, как им все равно, вот отписки, вот это. Хочется, чтобы действительно искренне уже повернулись лицом. Вот для этого мы и сделали форум, чтобы объединить общественность с чиновниками. Ну, попытались, вроде бы пошло положительно. Получается. Получается, действительно. Действительно, форум понравился всем. Действительно, не ожидали, все были. Сначала все категорически против структуры были, а потом вот, когда уже произошло, они, а, да, все хорошо, улыбались. Только Галина правильно сказала, о своем дитятии, да? Расходиться не хотели. В принципе, нам самое главное, чтобы эти все идеи воплотить, чтобы действительно не стало... Ну, я могу единственное, что пожелать вам, чтобы ваши инициативы действительно были реализованы, освещение в СМИ мы вам гарантируем, это будет наша поддержка того дела, которым вы занимаетесь. Спасибо вам огромное. Мы очень понравились. К сожалению, времени уже у нас нет, полчаса пролетело незаметно. То я как к вам и гарантировал. Спасибо огромное. Я единственное хочу сказать нашим телезрителям, дорогие мои одесситы, помните крылатую фразу «Чужих детей не бывает». Не бывает. Запомните это хорошо и делайте все посильно, что вам по душе и, конечно же, по силам. Увидимся через несколько минут и в этой студии мы будем говорить о выборах одесского городского головы. А вообще вопрос, состоятся ли они? Итак, в прямом эфире через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова